Ну иди сюда. А вот он, типичный Питер, практически с крыши. Вы ходите и не замечаете, а вот смотрите, что здесь у нас есть. Вот она, прелесть коммунального бытия. Три гея возле аквариума. Лепнина сохраненная. Именно сюда ходил Владимир Владимирович Путин, то есть ему нужно было, понимаете, пройти-то буквально всего чуть-чуть. Посмотрите, какая красота неземная. Идет? I'm from KGB, baby. КГБ не дремлет, как говорилось в американском сериале «Американцы», который был, кстати, в моем разделе «Россия, чужой взгляд» некоторое время назад. На самом деле у меня уже был здесь такой стоячий выпуск, я рассказывал про местность, которую в основном туда, в ту сторону. Сегодня мы пойдем в обратную сторону. Нас ждет, как обычно, увлекательный тур. За моей спиной находится большой концертный зал «Октябрьский». Это такой советский модернизм, хотя сюда впендюрин фриз по проекту скульптора Ани Кушина. Это тот самый, который памятник Пушкину на площади искусства и памятник Ленину на Московской площади. То есть той площади, которая планировалась как центр города Ленинграда. Но Вторая мировая война помешала. Раньше здесь стояла греческая церковь. Так мало стало греков в Петербурге, что мы сломали греческую церковь. Построена она была на деньги купца Бернадаки. Это один, вначале, основатель завода Сормова. Привет Нижнему Новгороду. И это не единственная, собственно, греческая история в нашей сегодняшней прогулке. И именно его Гоголь вывел во втором томе «Мертвых душ» под фамилией Консталджогло. А вот здесь у нас есть потрясающий монумент. Он называется «Октябрь». Вот идет, кстати, смотрите, какой прекрасный персонаж. «Октябрь», да? Это скульптор Матвеев. Вообще, эта скульптура была сделана то ли в 26-м, то ли в 27-м году. А период нет, она здесь в 1968 году установлена. И, конечно же, у людей возникала масса вопросов. Но сначала ее прозвали «Сообразимо троих», потому что вот этот вот человек, он как бы тянет руку, ну, как вот, понимаете, хочет попросить деньги на выпивку. Затем возникла другая трактовка. Три гея возле аквариума. Ну, а потом просто три гея в бане. Дело в том, что они все голые. Ну, мы-то, в общем-то, понимаем, что это отсылка к античности и прочее, прочее. Но народ, менее продвинутый в подобного рода историях, он очень жестко шутил. Тем более, если присмотреться, вот они, ну, это понятно, значит, солдат, рабочий и крестьянин. Тем не менее, почему-то только солдат в шапке, в буденовке. А вы знаете, что сейчас, когда ходишь в баню, и, в общем-то, не только сейчас, то вот эти войлочные шапки часто делают в виде буденовок. То есть, как бы, аллегория крайне явная. Ну, и, в общем-то, атрибуты тоже им банные приписывались. То есть, непонятно, почему все трое голые, а этот в шапке. То есть, на самом деле, понятно, потому что так нужно было атрибутировать как раз его как солдата. Иначе было бы вообще ничего не ясно. Но, тем не менее, видите, вот три таких голых мужчины, вызывавших массу всего. Пойдем. Не случайно ее здесь установили, потому что БКЗ Октябрьский был построен к очередной годовщине Победы Великой Октябрьской Социалистической Революции, как нас учили в школе. Ну и поскольку это скульптура Октябрь, то где же ей быть, как не здесь. Мы приближаемся к еще одному памятнику. Этот человек по фамилии Капо Ди Стрия. Есть такая местность Истрия. Это Словения и Хорватия. И Капо, ну, в смысле мыс, то есть он с мыса в Истрии. Капо де Истрия. Ну, как Д'Артаньян, де Монферран и так далее. Этот персонаж тесно связан с нашей российской историей. Он был правой рукой Александра Первого. Очень круто все разрулил во время Венского конгресса. Он вообще начинал на Ионических островах. Там начал, соответственно, рулить местной милицией. Но потом, когда, соответственно, вследствие Тильзийского мира, они отошли к Наполеону, ему там стало делать нечего, он ушел на русскую службу. И вот, как я уже сказал, на Венском конгрессе он все круто разрулил. И стал заниматься массой других вопросов, связанных с внешней политикой Российской империи. Ну, а, как вы знаете, Греция была под пятой османской диктатуры. А он грек. И освободительное движение. Вспомните Байрона. Все такое прочее. И Капо Дистре оказался в очень странной ситуации. То есть он как дипломат понимал, что лучше не вписываться, как грек, он этого не мог. И когда Миттерних начал мутить там вот этот вот очередной конгресс, связанный с восточным вопросом, вечный восточный вопрос, да, Капо Дистре. Вот он долго металл сметался. В итоге Александр Первый его отправил как бы полечиться на воду. Это была такая почетная отставка. Ну, а потом, пойдемте дальше. Этот Капо Дистре переместился все-таки в Грецию. Он там стал, у нас иногда пишут, президентом. Ну, как бы он не совсем был президентом. В общем, избранный руководитель страны. Потому что там принц Леопольд отказался ему, предлагали. И в итоге он погиб в результате террористического акта. Там были своеместные терки между кланами. И там был такой клан Бей, 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 не помню, какая это фамилия с таким связана. Вот. И два брата, точнее брат и сын главы этого клана, Константин и Георгий, они уже присели за насильственные действия по отношению там к другим грекам. Их выпустили, и они решили устроить нападение на Капо Дистре. И вот как все было тогда просто. Он подходил к церкви, они стояли по бокам от входа. И он как бы на самом деле, по воспоминанию русского посланника, который был свидетелем этой сцены, он как бы предчувствовал, что они стоят не с добрыми намерениями, не с добрыми взглядами. Ну и что ему надо было сделать? Ну, во-первых, охрана должна быть какая-то, у него была там в виде албанца одного. Ему нужно было, конечно, развернуться, не пойти туда. И он как-то сначала даже вроде сделал такое движение, что, ну, не хочу, но потом оправился. Он же типа мужик, пацан, а что же он не по-пацански будет себя вести. И пошел. Когда он здоровался с одним, второй вытащил пистолет, выстрелил, но не попал. Тот обернулся, другой садил ему нож прямо в бочину. Тот обернулся к этому. Предыдущий вытащил пистолет, перестоял к голове, и голова просто разлетелась на частицы. Побежали они, одного настигла толпа, фактически разорвало на месте. Второй пытался укрыться в посольстве Франции, но его выдали, судили, расстреляли. Вот такая вот грустная история. То есть национальные герои Греции. Ну и затем здесь был поставлен памятник. Вот там вот находится, вот за теми деревьями, греческий проспект. Это была греческая слобода. Собственно, почему тут церковь и все прочее. Вот это памятник великому русскому поэту Николаю Алексеевичу Некрасову советского времени. О Некрасове я отдельно как-нибудь вам расскажу. Мы приближаемся к вам, с вами к одному из первых кооперативных домов в нашей стране. Еще в Российской империи. Это такие три архитектора. Верик, Зазерский и Бубырь. Про Бубыря я вам рассказывал, показывал его дом во время прогулки по местам Достоевского. То есть люди скинулись, организовали кооператив, наняли, бассейнное общество называлось оно, наняли архитекторов и построили вот такие дома. Я хочу напомнить, что вообще в традиционной России было не принято квартиры покупать. В целом дома строились для того, чтобы сдавать их в наем, отсюда понятие доходный дом. А вот это был дом, как раз где квартиры выкупались. И здесь было все. Например, первые этажи, они специально были построены с пристрелом для того, чтобы сдавать их в аренду под всякие магазины. И деньги от этой аренды должны были идти как раз таки на обслуживание дома, потому что дом такой обслуживать дорого. Там была своя прачечная, даже свои сушильные шкафы. Там было свое отопление. В общем, был водопровод. В общем, там все было на самом деле очень круто. Ну, построили они этот дом, въехали, а потом 17-й год и, извините, новые порядки. Соответственно, сейчас там огромное количество коммуналок. И поскольку там в каждой почти квартире был даже камин, то в интернете очень много фотографий с этими каминами, потому что народ их фотографирует активно и выкладывает. Значит, вот это у нас бывший мальцевский рынок. Как он выглядел изначально, я покажу. Такой купец мальцев угадал, потому что это пески территория, да. И она в начале 20-го века только-только начинала активно застраиваться. Ну, вот яркий там был пример, да, вот этот дом. И он понимал, что здесь будет, соответственно, расти потребительский трафик. Затеял здесь рынок. Но Первая мировая война, потом революция. В общем, мальцев погорел. Хотя он так и назывался вначале. Мальцевский потоп, в 50-х годах его переделали. Он стал называться Некрасовским районом, кстати, назывался Держинским. И это был на самом деле один из самых криминогенных рынков. Ну, после войны он славился тем, что здесь было огромное количество всяких там нищих коллег, хулиганов и прочее, прочее. В лихе 90-е тоже вы понимаете, потому что это был один из самых первых кооперативных рынков в стране. То есть это все связано с определенным флером. Почему я об этом говорю? Потому что мы с вами сейчас выйдем на Басков переулок или Басков. Я слышал варианты предвношения и такие, и сякие. И на этом переулке там жил человек, который сейчас возглавляет наше государство. И, судя по всему, будет возглавлять еще очень долго. Напоминаю, что бассейная улица, я об этом говорил, но повторю на всякий случай, кто не видел. Бассейная улица была названа потому, что вот как раз та территория, где мы прошли, где Некрасов стоит, там были бассейны, куда скапливалась вода из Лиговского канала. Нынешний Лиговский проспект, и она шла на питание фонтанов в Летнем саду. По виадукам она передавалась, и за счет принципа сообщающих сосудов, потому что она текла с источников, которые превышали уровень Летнего сада. Именно по этой улице шел человек рассеянный по улице бассейной, ну а потом, поскольку Некрасов жил на углу бассейна и Литейного проспекта, она была названа улицей Некрасова. Мы с вами идем вот сюда, все плотненько заставлено. Здесь, кстати, у нас зона платной парковки, пока еще небольшая в Петербурге. В Москве с этим все нормально, в Петербурге еще нет, еще не все нас окучили. Я знаю, у меня тут был пост недавно, да, я знаю людей, которые против платной парковки, я за. Несмотря на то, что я автолюбитель, несмотря на то, что я пострадаю от этого финансово, я за, потому что, как бы, это нормальный цивилизованный подход в деле современной урбанистики. Если мы хотим видеть центр города в нормальном состоянии, ну вот в таком состоянии, как, например, центр города Москвы, никаких других способов нет. Ну и съездить там в какой-нибудь Париж или Нью-Йорк и попробовать там бесплатно где-нибудь припарковаться. Вот он, этот самый Басков переулок или Басков. Дома довольно аутентичные, здесь до сих пор огромное количество коммуналок. И мы с вами сегодня будем заходить не только в дворы, но даже и в парадные. Я сейчас на секундочку присяду, потому что у меня камушек попал. Значит, и, в общем-то, первый... Это сейчас шпаргалочку открою свою, чтобы мне потом зря время не терять на это. Видите, какой эписов модерн арт. Собственно, мы сейчас уже с вами заглянем. Ты старайся не снимать коды, чтобы народ потом не ходил, потому что потом начнут шариться и мне прилетит. Мы просто не за то, чтобы вы ходили по проходным дворам, потому что, как показывает практика, я уже говорил об этом в одном выпуске, в Дом страхового общества России люди ломятся даже ночью. Вот тут у нас просто киска. Я был бы не я. А там у нее домик. Видите, мышки лежат. Мне уже говорят, носи с собой корм. Ну чего? Ну иди сюда. Тут это шугливая какая. Здесь, на самом деле, пойдемте, я вам покажу традиционную петербургскую схему. Это еще традиционный петербургский кадр. Бранмаур. Одинокое окно, как мы любим. Видите, да? Междомовая щель. Вот это как раз для того же показано, как раз для чего эти бранмауры нужны. Вот здесь традиционная советская стекловка. Кстати, старожилы не называли этот рынок некрасовским, они по старой памяти его всегда называли мальцевский. Было такое. И вот здесь у нас будет вопрос. Собственно, этот подъезд, он ничем особо не примечателен, кроме одной детали. Ну, кроме двух. Ну, во-первых, очень любят у нас вот эти шпингалеты, они вообще изначально латунные, они очень красивые. И посмотрите, как можно загадить эту вещь поганейшей краской. Вот ради чего я вас сюда привел. Вот это вот что такое? Напишите-ка мне в комментариях, для чего это нужно. Такие двери на каждом этаже здесь существуют. Ну, это не лифт, вы же понимаете, да? Пойдем. Ниже. Ну что? Ну куда ты носишься? А где твой котенок? Ты же тут с котенком была, или ты он? Ты кто? Он или она? Тут, видите, просто на самом деле народилось свое потомство, и народ... Да, вот, кстати, тоже, видите, еще советское, старое... Здесь вот от проводки торчит такая штука. Видите? Нас закрыли, Семенович, что нам делать? А, я не ту кнопку жму, господи, это вы же мой. Там для милиционеров специально сделана вторая кнопка. Так вот, переулки, ну и вообще улицы часто назывались по фамилиям купцов, которые владели, там, одним или несколькими домами. А здесь у нас вот есть совершенно потрясающий тоже монумент. Это мемориальная доска, я люблю показывать мемориальные доски. Видите? Иосиф Станиславович Уншлехт. Участник польского, российского революционного движения, советский государственный партийный военный деятель, член коммунистической партии. Обратите внимание, что он годы жизни. С 1879 по 1938. Это как бы, типа, намекает на определенный этап нашей истории. Дело в том, что Иосиф Станиславович, он считается крестным отцом нашего спецназа. Он во время как раз Советско-Польской войны организовал такие воинские отряды. Отряды, НВО они назывались. И они-то, собственно, и стали прародителем вот этого самого спецназа. Но Иосиф Станиславович, помимо всего прочего, он участвовал в высылке интеллигенции нашей. Мы сейчас к этому вернемся. Вот здесь у нас, смотрите, вот эти ребята, они называются в пути, вообще-то. И здесь видно, что один мальчик, другой девочка. Это такая детская порнография, откровенная. И здесь почему-то, видите, замазали. Вот они тут собираются уже совокупиться, можно сказать, и замазали. А там не замазали. То есть там еще все живо. И здесь есть, собственно, традиционный элемент, печь, которую должен был топить дворник. И, собственно, дворник таскал дрова, таскал воду. Эта печь отапливает непосредственно парадный подъезд. Внутри есть еще дополнительные печи, которые отапливали непосредственно квартиру. Здравствуйте. А как собачку зовут? Атапливает. Привет. Привет. Так вот, Уншлихт высылал интеллигенции. Ну, этих поганых антисоветчиков, этих интеллигентов недобитых. Помните такое понятие философский пароход? Ну, там вот Петерим Сорокин, Булгаков. Ну, не Михаил Булгаков, а имеется в виду богослов и философ. Потом там еще был Лоский тоже, церковный деятель философ. Но надо отдать должное. Уншлихт все-таки настаивал на том, чтобы их высылать. Он их не расстреливал. Прошло время определенное. И вот это поразительно, на самом деле. Человек, который стоял у истоков большинства начинаний ГПУ. Он был заместителем руководителя. Сейчас, one moment. Каминчик. Тоже вот здесь душники. И вот здесь у нас подъезд такого цвета сохранилась лепнина в первозданном виде. Поднимись сюда. Хочу показать вам одно объявление. Посетители, находящиеся в поисках закладок. На каждом этаже установлены скрытые камеры, видеонаблюдения. Если вы их не видите, это не значит, что их нет. В доме проживают люди из правоохранительных органов. Берегите свою жизнь наркоманы. Весь вас ведь могут прибить. Я присоединяюсь к этой надписи. Я сам живу в историческом доме. Старухи-проценщицы. И там иногда... Ну, сейчас там ремонт идет. А так иногда выходишь, и кого только не встретишь. Я хочу сказать, что люди сейчас пошли. Очень такие подковные. Я один раз выхожу, там сидят. Парень с девушкой. Я говорю, молодой человек. И пьют. Вы не могли бы покинуть? Он говорит, а почему? Я спрошу, я здесь живу. А с чего это? Ну, тут я уже, как бы, он сказал по-другому. Он сказал, а чего это вы мне угрожаете? Я сейчас милицию вызову, сказал он. Полицию, точнее. Алло, я тебе перезвоню через 40 минут. Давай. Он мне говорит, что я вызову полицию. В итоге я все, естественно, стащил, как бы, и пинком под зад, как бы, выгнал. Но я к тому, что, вот, понимаете, сейчас уже так особо и не наедешь. Это дом в свое время принадлежал кирпичезаводчику Михаилу Васильевичу Захарову. Собственно, если вам об этом что-то говорит, у них тут есть, была целая семья Захаровых. Сейчас мы зайдем с вами во вторую парадную. А вот здесь оно все уже синенькое, голубенькое. Причем, видите, здесь уже камина нет, но душники сохранились. Вот они. Двери. Ну, покрашены, естественно, да. Изначально они-то были в чистом виде. Изначально они были в том виде, как у Таунт. Мы сейчас увидим. Здесь такой полумрак. Вот они. Натуральные деревянные двери. И на самом деле, вот если ее... А вот такая... Серьезная. То есть, как вот все иронично в этом мире. Я оставлю ссылку на выпуск, который я снимал в городе Париже. Ну, один из. У меня их там много, на самом деле, из этого города. И там я рассказываю про логику вообще революции. Дело в том, что революция, она в какой-то момент начинает пожирать сама себя. И вот, как бы, если... Так, нет. Если во Франции количество жертв было меньше, ну и понятно, что и Робеспир в итоге закончил на оплахе, то у нас, к сожалению, все это приобрело вот такие масштабы, что люди, которые... Вот Уншлихт, он их выслал, не расстрелил. Но это не спасло его самого. То есть, его в 1938 году расстреляли, как польского шпиона. И он был далеко не единственный, да, человек, который ставил всю эту систему этой же системой и был, к сожалению, убит. Мы с вами заходим вот сюда. Это дом по проекту Павла Юрьевича Сизора, нашего любимого. Я показываю его дома по всему городу. Посмотрите, какая красота неземная. Это очередной у нас парадный подъезд. Вот с такой вот лепниной, с люстрой. Вот обратите внимание, это, конечно, одна из самых больших ценностей, которая у нас сохранилась с тех пор. Поднимемся на второй этаже. Ступени широкие, чтобы вы могли как можно... Ну, чтобы как можно более пологий был подъем. Вот это вот еще сохранилось с тех самых времен. Вот это вот что такое? Тоже расскажите мне. Ну и, в общем, вот такая вот красота. Выше мы не пойдем. Как обычно, загажена вот этой вот краской. Убогой абсолютно. Потому что изначально эти перьевы были деревянные, они были лакированные. Но для того, чтобы спасти древесину, прибегали вот к таким вот способам. Мы сейчас выйдем на улицу Некрасова, ту самую. По ней я когда-нибудь тоже сделаю отдельный маршрут, потому что там тоже есть очень интересные заходы в различные места. Дождь. Ничего не предвещало, казалось бы, а? Весь день было так светло, тепло. И тут... Он еще не очень сильный, поэтому нам не очень помешает. Мы подходим с вами к улице Восстания. Она изначально вообще называлась Шестилавочной. Вот господин Галяткин, если вы помните... Вот, кстати, если посмотреть туда, посмотрите, там как разукрасили шахту воздушную, да, дети. Это шахта от бомбоубежища. Господин Галяткин, вот он жил в Шестилавочной улице в Высоком доме. То есть он жил на четвертом этаже, и это было очень высоко по тем временам. Но, естественно, после революции она получила другое название. Сейчас мы свернем направо. Когда выйдем, я вам покажу этот дом с той стороны. Это вот типичная такая эпоха эклектики конца 19 века, когда фасады делались максимально богатыми, максимально вычурными. Собственно, как и парады. Ну, то есть, понимаете, что вот сейчас, например, у нас такие парадные подъезды, но просто нет смысла делать. Это лишние деньги. А тогда не скупились на Лепнину, потому что, ну, таким образом можно было сдать подороже эту самую жилплощадь. А мы переходим как раз на тот отрезок Баскова или Баскова переулка, связанный уже непосредственно с темой нашего сегодняшнего рассказа. Значит, дело в том, что Владимир Владимирович Путин, он был поздним у нас ребятенком. Он родился, когда его маме Шеломовой был уже 41 год. Родился он неподалеку, вот на этой самой, не на этой, на улице Маяковского следующее. Сюда мы не пойдем, на самом деле, хоть нам двери открываются, потому что там делать нечего абсолютно. Он родился в Снегиревском родильном доме, одном из самых привилегированных, самых блатных родильных домов в той эпохе. Здесь у нас есть очень интересный элемент. Вот он. Видите? 30 лет Великого Октября. 17-й, 47-й год. Я в интернете видел знаки нагрудные, да, но вот такого я не видел нигде. Естественно, изначально он был цветным, а потом вот приобрел такой вид. И дом этот, казалось бы, да, советский, на самом деле он дореволюционный. Здесь у нас штаб противовоздушной обороны сейчас, ну, войну он был. Сейчас он находится в таком виде. Пойдем. Соответственно, родители жили изначально в Петербурге. Потом отец пошел на фронт. Он воевал в войсках НКВД на Невском пятачке, там, где и мой дед воевал. Ему и моему деду повезло. Мне тут, когда я водил экскурсию, я периодически вожу экскурсию, рассказывали разные истории, значит, про родителей Путина. И, значит, у брата, матери Путина была комната рядом. А после войны вот здесь, в Басковом переулке, отец получил комнату, туда-то они заехали. Они жили во Флигеле. К сожалению или к счастью, у меня нету доступа в этот двор, но у меня есть доступ в следующий. И на самом деле, ну, нету никакой необходимости там быть. Расскажу просто про быт. Мылись они в бане. Отопление печное. Район категорически неблагополучный. Вот сюда, вставай. Вот этот дом. Басков переулок, дом 12. Если зайти, то с правой стороны Флигель, вот там была их квартира. И с первого по пятый класс Владимир Владимирович Путин вел себя не очень хорошо. Он и яшкался с хулиганами. И даже был на самом деле товарищеский суд в ЖЭКе. И ему грозило будущее спецраспределители. Но в пятом классе поменялась учительница. Где она поменялась? Я вам покажу чуть позже, потому что школа находится буквально через дом. Пойдем. Сейчас здесь не висит никакой мемориальной доски. Но я уверен, что лет через 50 или через 100 здесь точно так же будут вводить экскурсии толпами. И будет понятие, вот как, знаете, вот здесь эпоха Петра Первого, эпоха Екатерина. Я абсолютно уверен, что будет эпоха Путина. Я хочу пояснить свою позицию. Вопрос не в том, любите ли вы или нет Владимира Владимировича Путина. Вопрос в том, что Путин, исторический персонаж, уже сейчас это понятно. Он вписал свое имя в историю нашего государства. И к нему отношение примерно такое же, как и к Петру Первому, Сталину, царям, генсекам и так далее. Кто-то их любит, кто-то их ненавидит. Это вечная история. Ничего принципиального нового мы здесь не узнаем. А я хочу вас завести в один из, с одной стороны, самых симпатичных двориков. Нам даже код не пришлось искать. И он связан, на самом деле, с историей партии «Народная воля». Помимо всего прочего, здесь уже закрасили. А нет, не закрасили. Вот очень оптимистичная надпись. Под наркоманью, алкоголизм, выхода нет. Здесь есть немножечко диванного протеста. Ядро в ведро. И кто-то даже приписал в помойное. Этого не было. Вот в том флигеле была самая первая динамитная мастерская. Еще даже не «Народная воля», еще «Земли и воля». И руководил ей даже не Николай Кибальчич, как можно предположить, а... Ой, господи. Совершенно другой человек, фамилия которого, как обычно, вылетела из башки. Хотя я сейчас работаю над сценарием, посвященным партии «Народная воля». Вот это же бывает такое, а? Голова моя дырявая. Просто и он, и Кибальчич, и Анна Якимова, они все были из семи священников. И у Анны Якимовой, которая потом участвовала в подкопе под Малой Садовой улице, у нее была кличка «Баска». И вот почему она была «Баска» – большой вопрос. У меня есть предположение, что, возможно, поскольку ее называли «хранительницей динамита», то это потому, что начиналось это все в Басковом переулке. Вот отсюда открывается прекрасная картина, видите, такой домик, пряник. Я потом впишу фамилию этого главного динамитчика, на самом деле. Но это просто труба какая-то. Пойдем. Их было трое. Кибальчич, Исаев, и вот первый у меня из башки вылетел. Вот бывает такое, представляете, да? Ты миллион раз ходишь, ты миллион раз рассказываешь эти, как бы, истории. И вот такое происходит. А вы потом пишите, что я что-то оговорился. Ну, вот так вот у меня мой тупорылый мозг заточен. Здесь есть еще очень интересный вид, открывающийся на трубы. И вообще, вот такая типичная, как бы, картина петербургская. Видите, вот этот флигель поменьше. Здесь поменьше бабла хотели извлечь, а тот уже побольше. Вот он, Брандмауэр. Печное отопление с выводом на крышу. Потому что нужно было, естественно, там уже начинается чердак, его не нужно так отапливать. Трубы заканчиваются там, где, соответственно, потолок квартир. Пойдемте. А напротив нас ждет еще один маленький сюрприз. Здесь висит абсолютно неприметная мемориальная доска. Подожди. Водители БМВ не умеют ездить медленно. Это уже общество Мемориал повесило. Бенедикт Константинович Лившиц. Поэт, переводчик и так далее. Я помещу тут фотографию, очень известную. Там сидят, соответственно, Осип Мандельштам, Корней Иван Чуковский, про который я уже рассказывал. Дальше, собственно, Бенедикт Лившиц и художник Анинков. Очень интересная судьба у них у всех. Мандельштам умер в лагере. Ну, как Мочили Чуковского за его, соответственно, произведение, я уже рассказывал. Это все привело к тому, что он стал, ну, в общем-то, таким к концу жизни антисоветским. Поддерживал, понимаете ли, всяких там Солженицыных и прочее. Слушай, давай сюда перейдем. Лившица расстреляли. Он был одним из футуристов. И именно ему, кстати, принадлежит описание знаменитой Ахматовой Гумилева в кафе «Бродячая собака», как они там заходят и прочее. А Лившиц, на самом деле, он воевал. Ну, во-первых, он принял православие. Он был еврей, стал как бы русским, по факту, потому что в Российской империи, напоминаю, основным критерием было вероисповедание, а не национальность. Затем он воевал добровольцем, получил Георгиевский крест, потому что он был ранен, контужен, облох на ухо. И, в общем-то, он не был таким уж прямо футуристом, был засланным казачком, его некоторые называли. Но, вот, собственно, разделил судьбу Уншлихта. Да, так вот, Анинков, то есть, Мудрештам умер в лагере, Лившица расстреляли. Анинков в 1924 году уехал на выставку в Венецию и не вернулся. Ну и, как бы, хрен знает, там бабушка надвое сказала, потому что, может быть, он так себя спас, а может, не спас. Потому что 37-й год, это была откровенная такая, иногда, лотерея. Даже иногда непонятно, по каким критериям там этого расстреляли, а этого не расстреляли. Да, потому что, уж понимаете, что, естественно, расстреливали не всех. напротив у нас здание, это бывшая гимназия, сначала Боленская, потом Мещерской. Там вот видны гербы, как раз княжеские. А потом она была переделана в 193-ю школу, восьмилетку. И именно сюда ходил Владимир Владимирович Путин, то есть, ему нужно было, понимаете, пройти-то буквально всего чуть-чуть, можно даже не одеваться. И вот в пятом классе туда пришла дама, очень серьезная, Гуревич. Она потом работала в детской комнате милиции, она преподавала немецкий язык. Отсюда такое хорошее знание немецкого языка у Владимира Владимировича. И вот она взяла его в ежовые рукавицы, стала практически своим человеком в его семье. И вот при ней Путин начал подтягивать свое поведение и так далее. И поскольку, я же сказал, район неблагополучный, то в шестом классе он со своим приятелем записался в секцию дзюдо и самбо. Ну, возможно, еще и потому, что надоело выхватывать здесь иногда от местных хулиганов. А может быть, он и сам кому-то прессовывал. И поскольку школа была восьмилетняя, то путь был заказан. То есть это ПТУ, а после ПТУ он учел завод и так далее. Ему нужно было перевестись в другую школу, что он и сделал. В советском переулке она находилась, вот он записался, соответственно, в клуб турбостроителей в секцию самбо и дзюдо. И вот потом она переехала на Кондратьевский, по-моему, проспект. И вот все вот эти вот ребята, типа Ротенберги и прочее, они все его друганы еще со времен татами. Они вместе как бы боролись. Ну и в общем-то Путин до сих пор находится в прекрасной форме. Надо отдать ему должное. Сейчас один момент. Я загляну в свою подсказку. Вот смотрите. Родная ручка латунная. И сохранились еще. Видите, даже надо закрыть дверь. Сохранить отражи еще. Сейчас мы дождемся. Там еще низкий лифт. Вам помочь можете? Да, не надо. Да? Питч. Видите? Так. Заходим. Пахнет краской. В тесноте до них беды. Оператор стукнулся головой об стену. Но ничего страшного. Я потом покажу лифт, где вот так вот стоишь вообще. Очень, очень тесно прижавшись друг к другу. Вот так вот. Понимаете? Понимаете? Мы потом зайдем еще в одну парадную. А что это он как бы не это... До... 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 до верху, как говорят в правильных петербургских. Не доехал-то до верху. Или может быть я не туда нажал? Ну, тут у нас идет ремонт. Значит, вот, во-первых, лепнина на потолке. Видите, сохранилась. Причем, часть замазана, потому что здесь лифтовую шахту вставляли. Вот здесь вот отлично, молодцы ребята. Респект уважуха и все такое прочее. отреставрировали дверь. Я надеюсь, это же отреставрировали. Да. Родная ручка. Очень хорошо. Вот здесь тоже постарались. Правда, ручка уже не родная. Но это вот выкупленные, судя по всему, квартиры. На последних этажах стараются выкупать. Вот, кстати, знаете, что это такое? Там как раз проходит печной ствол, назовем его таким образом. Здесь у нас сохранились шпингалеты, замазанные красивейшей коричневой краской. Посмотрите, какая прелесть. Искусственная челюсть. Камера стоит, видите, для красоты. А это уже коммуналочка. Вот, звонок. Прошу повернуть. Вот так вот раньше... Ой, не хочу звонить. Вот так вот раньше. Раз, два, три. И было количество звонков, на самом деле. Указано на каждого соседа. потом была такая практика просто под звонками делать подписи. И мы иногда даже показывали. Вот, ручечка родная. Очередная, видите, коммуналка. Это вроде не коммуналка. везде стоит, что курить запрещено. Курить у себя дома. Отсюда, кстати, виден флигелек очень красивый. Но мы еще поднимемся во вторую. в парадную. Волков. Смотрите, сколько здесь звонков. А, это какой-то отель. Новая Европа. Новая Европа. Красота. Висит объявление закрывать дверь. Мужик не закрыл. А мы закрыли. Потому что мы уважаем тех, кто живет в своих домах. Сейчас я вам покажу еще один подъезд. И там уже с верхнего этажа открывается чудесный вид. Это улица Маяковская, бывшая Надеждинская. Маяковская она получила название, потому что Владимир Маяковский жил вместе с Читой Брик на улице Жуковского неподалеку. ну и решили что так и сделать, так и назвать. Сейчас. Один момент. Это не то. А здесь вот такая вот печь прекрасная. Видите, вот она уже родная. Прямо приятно трогать. и вот раньше, представьте, заходите, она тепленькая. Вот так с мороза зашел, так пригрелся, и тебе хорошо. А вот в этом лифте вот такие лифты. Вот я когда был маленький, я же вырос на севере Ленинграда. И, ну, я вырос в пятиэтажке, у нас там лифтов в принципе не было. В девятиэтажках были лифты с раздвижными такими створками. Когда я приезжал в центр города, не меня мама или бабушка, бабушка в основном, значит, заводила в такие лифты, я, скажу честно, обоссовался от страху, потому что мне казалось, что мы просто не доедем. Он был весь вот такой расшатанный. Вот, ну, сейчас вы увидите. Заходи. Так. Вот когда вот так вот щелкало, потом вот это вот закрывалось, и ты едешь и думаешь, аааа, божечки, кошечки, неужели... Но на самом деле, опять-таки, зацените контекст. Эти дома строились для привилегированной публики. Я имею в виду вот эти вот подъезды парадные. Но лифтов не было. То есть все равно, извини меня, поднимайте пешком. Поэтому, конечно же, даже пусть такой лифт, там для какой-нибудь, не знаю, бабушки, это все равно было благо. Че? Долго едем? Долго едем? Это тебе не Отис? Или там, знаешь, это в Empire State Building, когда я был, меня Жека повел, говорит, зачем днем ходить? Там большая очередь, мы пошли туда ночью. И вот там ты на лифте взлетаешь просто. Ну, там, правда, ты поднимаешься, а потом еще раз поднимаешься. А вот тут курить уже можно. Видите, кто-то курит. здесь открывается шикарный вид. Ну, без пяти минут крыша, да? Двор. Вот он, Питер наш любимый. И обратите внимание, что, например, вот здесь вот, видите, окна такие приличные. Кстати, молодцы тоже ребята, они подобрали, вот тут нет мерзкий белый стеклопакет, да? А они вот подобрали все-таки стеклопакет, нормальный. А сверху, видите, вот раз, два, три, четыре окна, и какая-то бабушка упорная, или дедушка, или дяденька, или алкоголик, или кто-то не сдает, не отдает свою квартиру. И вот там внизу тоже можно посмотреть, этажом ниже, тоже разные окна. Вот они все коммуналки, то есть вот вы видели, да, двери, вот они все. А вот он, типичный Питер, практически с крыши, куча труб, Бранмауры наши любимые, вот торчат тоже, видите, изогнутые трубы. Это вот такая вот картина, привычная для нашего города. Ну да, мы здесь тоже пешком спустимся. Вот мы были вот в той, в том парадном подъезде, мы были в том, вот там вот витражи, потому что здесь витражей, как вы видите, нема. Ну и шпингалеты можно красить, помимо красивой коричневой краской, можно красить ее красивой белой краской. Но вот они все равно превращаются в такое вот, хер пойми что. Вот она, прелесть коммунального бытия. И обратите внимание, видите, вот здесь вот такое белое, не белое, то есть высветленное. Почему? Потому что вот двери надо закрывать каждый раз. То есть вы закрываете, это явно говорит о том, что дверь плохо закрывается. Надо ее надолить, и закрыть. отсюда, соответственно, вот это вот такая прогалина, проплешина, я не знаю, как ее назвать. Я, кстати, допустил один косяк. Я не показал вам одно место на восстание. Вот, например, кстати, магазовая, два звонка. Вот. А этот не работает. То есть этот можно смело крутить. И вот тоже видите, открывать печь. Ну, а тут народ уже выкопал квартиру. Здесь у людей все хорошо. Жизнь удалась. Дело в том, что там на площади восстания в сером доме сейчас театр, а раньше был кинотеатр «Луч». И ведь в 68-м году вышел фильм, я его недавно пересматривал, называется «Щит и меч». Отличное кино, кстати, хочу сказать. Посмотрел с удовольствием. Он был самым настоящим советским блокбастером, собрал огромную кассу. И вот Владимир Владимирович Путин, ну, тогда просто Вовка Путин, а он был реально такой серый, незаметный парень. Вот у меня приятель-мама играл с ним в футбол в Таврическом саду. И он говорит, что после этого все, естественно, шли пить пиво. Володька никогда не ходил пить пиво. Он как бы там собирал монетки, что-то копил. Он пошел, посмотрел «Щит и меч». И вот я всегда задаю своим экскурсантам вопрос, а какая любимая песня у Владимира Владимировича Путина? Все почему-то начинают про любые говорить и так далее. Я говорю, тетенька, здравствуй. Мы получили права. Но, как выглядит знак главная второстепенная дорога, мы до сих пор не выучили. Бывает. С чего начинается родина? Любимая песня Путина. А с чего начинается родина? Это главная песня, значит, басеном написанная для, собственно, этого фильма. И вот он посмотрел это кино. Кстати, извините, мы прервемся, потому что тоже очень люблю показывать. Вот вы ходите и не замечаете. А вот смотрите, что здесь у нас есть. Здесь у нас есть дореволюционный люк, дореволюционный, акци, акционерное, общ, общество, н, зигель, спб, акционерное общество зигеля. Это были, как вы понимаете, отнюдь не славяне. Ну, немцы, я уже рассказывал миллион раз, немцы, это нормальная тема для Санкт-Петербурга и для России в целом. И вот они занимались металлопроизводством, в том числе люки делали. Есть несколько, кстати, крышек лючных в Москве, есть у нас, вот я тут скоро поведу экскурсию по Петроградке и буду показывать люк еще Ленинград, ну, то есть там написано Ленинградская сеть, он такой, знаете, промежуточное состояние, уже постреволюционный, но еще до новой эпохи. Так вот, Владимир Владимирович Путин посмотрел, ну, Володько Путин тогда еще, да, посмотрел этот фильм, проникся идеей, решил стать разведчиком. Пошел на Литейный 4, там, где у нас находится большой дом, наша местная Лыбянка. Как он пишет в своих воспоминаниях, его приняли, вышел там дядя, ну, не в воспоминаниях, это уж, я знаете, как будто он мемуары пишет, я в каком-то интервью об этом говорил, и дядя ему сказал, что, ну, во-первых, мы инициативников не берем, во-вторых, нужно либо после армии, либо вуз окончить, и Путин спросил, а какой предпочтительный, ну, он говорит, юрфак, а юрфак, чтобы вы понимали, это, ну, и сейчас-то, в общем-то, довольно сложно попасть, но тогда, у нас, понимаете, сейчас высшее образование, оно нивелировалось, а тогда, конечно, высшее образование котировалось, ну, наверное, ничуть не меньше, чем в революционной России, потому что в революционной России, если ты окончил универ, у тебя вообще все зашибись, и все у тебя получится в этой жизни. Вот тогда Путин начал готовиться и поступил на юрфак по разным версиям, то есть, почему он туда поступил, потому что там было 40 человек на место, как бы, ну, скорее всего, все-таки, по спортивной линии ему помогли. И он там начал работать в год моего рождения, в 1975 по 1984, пока, наконец, в звании майора не улепетал в ГДР. Сейчас я вам покажу, ну, мы потом закончим наш замечательный трипс. Ой, нет. я уже и кнопки разучился правильно нажимать. Это архитектор фон Постельс. Здесь вот у нас сохранилась плитка еще тех времен. Видите? Ну, тоже, вот, к сожалению, в ужасном здесь состоянии, но вот это еще видно. У фон Постельса есть совершенно потрясающий дом на Большой Зеленин, на Петроградке. Я вот как раз скоро поведу там экскурсию, причем два раза. Одну для одной строительной компании, вот, а вторую свою личную. Здравствуйте. Вот, видите? Если там это его был первый дом, то это уже следующий. И здесь он приближается уже к такому стилю рационального модерна. Господи, ну что за свиньи? Ну что это такое? Ну, е-мое. Всюду жизнь деревья растут на крыше. Вот, и здесь буквально всего ничего квартир. Вот, 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 посмотрите, какая чудесная перспектива, ну, если не брать в расчет вот эти вот провода, да, лепнина сохраненная. Ну, и можете представить, какой высоты потолки в этом доме. Напротив, там новый дом построил, там были до этого гаражи, долгое время бодались, являются ли они архитектурным памятником, не являются они архитектурным памятником, в итоге, короче, снесли их и построили вот этот новодел в таком неорусском стиле. Отсылка к эпохе Александра Третьего, к архитектуре Никонову, да, вот вы помните дом Пряник, еще у него есть такой дом с петухами на, рядом с Александринским театром. Вот, он весь такой русский китч. Вот, и, соответственно, Путин уехал в ГДР, потом вернулся, ну, а дальше вы уже все в курсе, да, Собчак, я устал, я ухожу, и я отлично помню, что когда вот была вот эта вот эпопея и, ну, продвигали Путина как прекрасно замену Ельцина, показывали как раз его учительницу, он к ней приезжал, пил с ней чай, она прямо его там в головочке, ну, очень было трогательно, я там чуть не плакал от умиления, это было, конечно, очень круто. И, еще раз хочу сказать, что вопрос не в характеристике, потому что вы, ну, сейчас выйдете на улицу и спросите там, у кого-нибудь, а вот Иосиф Виссарионович Сталин был хороший или плохой? И понеслась душа в рая, все эти подорванные пуканы и так далее. Или вот Николай Второй был хороший или плохой царь? То же самое и с Путиным. Вот мы сейчас живем, как бы, и ведь это к вопросу о том, я хочу тут записать такой выпуск под названием, пойдем туда внутрь, там потише, под названием «Почему история не является наукой?» Потому что мы возьмем какие-то источники информации, и, допустим, у историка левой ориентации мы прочитаем про одни и те же события, про одних и тех же персонажей одно, у историка, там, не знаю, монархиста мы прочитаем совершенно другое. И как вот тут простому человеку без бутылки водки разобраться во всем в этом. Вот тут какая замечательная перспектива, попахивает саньон, все как мы любим. Отвалившаяся, видите, штукатурка обнажает кирпичную кладку, коммуналочка на втором и на первом этаже, в общем, все как мы любим. Вот, друзья мои, это был Басков переулок, улица В. Путина, еще раз хочу сказать, на которой еще пока ничего, никаких мемориальных досок нет, но я уверен, что появятся со временем, найдутся активисты, найдутся последователи, любители секты Путина, как у нас там есть любители секты Сталина или Николая Второго и так далее. Я гарантирую вам, это будет, не знаю, через 20, 30, 50 лет. Точно так же будут люди зарубаться о том, что был ли Путин благом для России или он был диктатором и прочее, прочее. Но, я не знаю, как вам, мне интересно ходить по тем местам, где он вырос, потому что все-таки конец 50-х, 60-х года это крайне интересно, крайне интересно наблюдать за эволюцией той структуры, в которой он служил, как люди, порой самые настоящие гениальные НКВДшники, как, например, я хочу сделать такую же видеоэкскурсию в Москве, она у меня классическая такой есть маршрут, называется Гордость и позор в Лубянке. Я ее начинаю с рассказа о потрясающей истории Синдикат по поимке и заманиванию Бориса Савенкова, главного террориста до революционной эпохи, и как там просто филигранно его развели, и что потом с этими людьми стало в 37-38 годах. И потом я иду в Арсалновский переулок, там я уже рассказываю не про самые приятные вещи. У меня такой подход, он не всем заходит, он не всем нравится, всем нравится, чтобы ты топил за что-то одно, а я вот не такой. Ну, простите, какой есть. Тем не менее, проходят экскурсии в Петербурге активно, и тадам, Собянин разрешил наконец водить экскурсию в Москве. И так уж получилось, что у меня там есть два срочных дела, и, возможно, я вот сейчас к этому иду, значит, в начале, в конце июля, в начале августа, там будет несколько экскурсий, я проведу, наверное, классические свои маршруты, от Сухаревки до Трубной, борделя Чехова, от Покровки до Хитровки, ну и третью, я просто заявлял, да, мы будем гулять там, я не знаю, либо от Бауманской пойдем, либо, может, пойдем по Малой Басманной, то есть, дойдем до церкви, где крестили Пушкина, ну и там про дядю его расскажу, и так далее, и тому подобное. Книжка у меня, да, путеводитель с перцем, она выходит не 15 июля, 20-го, ну 20-го я заберу ее из типографии, и, соответственно, начну рассылать, и она уже будет мне в живом виде, можно даже будет прикупить на экскурсии. И у меня готовится еще один релиз, который я не хочу сейчас анонсировать, но вот на выходных приезжают мои прекрасные, я хочу передать им привет Оле и Толе, мои замечательные экскурсанты, постоянные, я их очень люблю, они были со мной в Берлине, в Париже, в Москве, в Петербурге, вот сейчас опять приезжают, ангажируют меня на два дня, вот они мне будут помогать с еще одним релизом, это очень круто на самом деле, соответственно, все это будет объявлено. Ссылки на все, на все, на все есть вот там, под этим выпуском, задавайте вопросы, не стесняйтесь, пишите, поправляйте меня, я наверняка опять что-нибудь сморозил, я стопудово, я в этом уверен, что так оно и было. Ширяев, Ширяев звали его, божечки-кошечки, динамитчика, ой, вот бывает, наконец-то вспомнил. Да, поправляйте меня, не стесняйтесь, я люблю, когда вы меня поправляете, пишите какие-то данные, я очень много интересного задаю из ваших комментариев, нового, вот я тут, например, делал выпуск про Лисий Нос, сказал про железнодорожную колею, а мне сказали, а вы знаете, она была построена во время блокады, я не знал этого, вот благодаря вам это узнал. И вот так вот я, благодаря вам, тоже учусь, накапливаю информацию, я не стесняюсь этого, я не стесняюсь у вас учиться, я не стесняюсь, как бы говорить, что я иногда что-то там сморозил, или не то сказал. Вот, поэтому комментарии туда, спасибо, товарищу оператору за наше счастливое детство, увидимся, пока.